Всем привет с канала Brim Team, и это новый летсплей по игре Call of Duty World at War, знаменитая часть про Вторую Мировую Войну. Начали не сначала, будем играть по-разному. Попробуем, так как я смотрю Гузна, очень офигенный блогер, стример, тоже попробуем забалдеть в этой игре. Будем для балдежа максимального, я думаю, проходить. У меня все миссии открыты, на разных сложностях, вот чё-то прошёл даже на ветеране, ничего себе, я... Даже вот это на ветеране прошёл, офигеть можно. И вот эту, ё-моё, так я не сказал, что прям плохо играют. Но будем играть на рекруте. Такая пессимистичная игра, передающая весь уже с войны. Играем на рекруте. Я думаю, составки будем пропускать, потому что все уже, наверное, играли, и просто с моими эмоциями проиграем. Я думаю, серия идол, у нас, серия прохождения будет идти по три миссии. Челлендж, умереть минимальное количество раз на рекруте. Убейте обоих! Ой, подождите, я же субтитры не включил, я же не могу без субтитров играть. Число трупов огромное. Параметры игры, субтитры, ну конечно, субтитры. Как можно играть без субтитров, вы что? Пошёл ты к чёрту. Пошёл ты к чёрту, сам пошёл ты к чёрту. Ты вообще сторонник, блядь, этих Гитлера нахуй в войне. Он-то, может, нормальный пацан был, но дурак из-за того, что войну развязал. О, американцы. Ройбук. А вот Салливан. Вся наша компашка честная. Да, угощу он на меня пистолет. Баталинтовку сейчас схвачу. ФП скачет от 30 до 70. Надеюсь, не будет особо лагать на видео. Ты прикинь, я умер, я умер через секунду, наверное, после начала игры. Кто ещё так может через... Кто-то хочет взять такой челлендж? Хватай винтов, хватили. Не тормози! У японцев очень гашёное оружие. У них нормальный только тайп, который пулемёт. А это всё медленно, всё как-то дёргается. Как этой херней вообще можно воевать? Но я понимаю, почему они войну, в принципе, проиграли. У немцев тот же гилер, 43-й, я не знаю. Ещё различного рода вооружения. Оно намного качественнее же было, чем у этих япончиков. Нам эту Орисаку надо поменять на Орисаку со стеклом. Пацан умер. Орисаку со стеклом. Эта вот тема. А тут где-то вроде карта была. А, я же уже играл, это же мой профиль. Опа, на граната. Да что-то. Опа, на граната. Отделение поддержки высаживается прямо впереди. Пошли. От этого места у меня мурашки по коже. Тонзи, в этом дерьме как дома. Пушки на макушке. А это и ещё что-то хрень. Во, смотри. То ли храм, то ли ещё какое-то дерьмо. Дерьмо. Мина-ловушка. Держаться. Отделение поддержки будет здесь с минуты на минуту. Вот, ребят, кто играл вообще в выбор сеттинга Второй Мировой? То есть это вся колда, баттлфилд, саботаж, там очень много летило. И вот скажите, никому разве не хотелось поиграть типа за Германию? На самом деле, просто чтобы посмотреть под другим углом, что типа ты вот играешь там сначала, образно сделать так же, 21 миссию, длиной по полчаса каждую, я думаю, было бы шикарно. То есть там за какого-то типа ветерана Бермахта, который прошёл бы там, я не знаю, от Франции до Москвы, был бы предуброшен под Сталинград, там все дела, либо даже сделать с разными сюжетными ветками. Сначала за одного солдата, потом за танкист, а за лётчик или флафа можно было бы сделать. Как раз-таки типа миссии на море можно было бы сделать. И это прям было бы шикарно, ведь посмотреть действительно историю просто под другим углом. А потом битву за Берлин, и как его бы арестовали в конце, или в плен взяли, или убили даже если бы, без хэппиэнда, а именно как раз-таки показать, как это было тоже. А вот это вот, и мы знаем, что такое, да? Мы знаем, что это подляна. Дано, стреляется! Дано! Чтоб не сданять! У вас Гончута! У нас пошёл! Ложили! Празы, прanchи дорогах! Празы, братแс去 kiota! Гранат! Тому! Сходи! Ты нас в потери! Аtaanуд, ты? Они уже крильщик там! Что, мои друзья? Ты его? Автор! Ааааа!!! Как ты я! Вас сбило гранатой. Сколько я уже? 14-х, да? Или это третий был? Помогите! Зачем оставаться на теклу? А не сперебримся! А что делать по телу? Перед паренцем особо! Беги! Эх, скорее! Еще хоть! Вот они! Один управляются сюда! Я тебе помогу! Стреливай меня! Лагерь прямо в середине. Проверитель! Тройбук! Заводи грузовик! Миллер! Проделай дыру в этой бочке! Пошел, пошел! Следимы дать на изоделение Хэтсена! Это уважения машина! Это в нашей бочке выбрали! Стрелять! Тройбук! Стрелять, его слабое! Ставьте, глупо! Миллер! Поддержи меня! Вставайте, пошли! Тройбук! Поехала! Тройбук! Тройбук! Сберечь эту дверь, Миллер. Давай за работу. Продолжай ставить заряды. Мы должны добраться. Локи, живо! Как можно быстрее. Дали вам. Надо, чтобы Шерри поставил взрыватель. Заряды готовы к подрыву. Пошел! Заряды установлены. Мы уходим. Быстро! Миллер, давай со мной. Они по всюду. Что застутай! Кого-то не беру. Отдруга, блинся. Побался. Прядь наступает. Давай! Осторожней, да. Держись тут. Только будет порядок. А где же Теверля? Поздравляю первую миссию, мы успешно завершились четырью смертями или с тремя, я не помню. Вот, это одна из самых вообще бомберных миссий, недушных, динамичных, очень много агрессии, очень много взрывов. Прямо эпик-эпик. Миллер, как только мы подаем сопротивление на плацарме, ты садишься на радио и запрашиваешь охлевую бойцовую байку. Ройбул, я хочу, чтобы ты как можно быстрее проверил место высадки до линии деревьев. Путь нападется и когда победится путь. Что за чёрт? Это был один из наших? Твою мать. Постойте, не кремец. А тут перед вами не намётся. На позиции есть. Дай вы! Быстро! Пригнуться! Слышите меня! Слышите меня! Слышите, парень! Надо убрать эту штуку! Дай дерьмо! Номер! Слышите, по-другому! Минус две коробки с солдатами! Опускаю парень! Опускаю парень! Помер гибли. Играет музыка 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 Играет музыка